Продолжение следует... Я уже давно работаю в адвокатуре и хотел бы отметить, что на пресс-конференцию организуют и приходят не просто так, когда уже некуда так качаться и надо донести до руководства страны, а в данном случае до руководства Российской Федерации, донести свои беды деканам, наших сельскохозяйственных дружеников, которых на сегодняшний день нет что прозвать, а их начинают разграблять, отбирают. Продолжение следует... Так вот, я вам объясню, что несколько лет тому назад, видимо, с позволения руководства Российской Федерации, Хыргызской Республики, создан Российский Хыргызский фонд развития. Фонд развития – это финансовый орган, который должен помогать предпринимателям встать на ноги, должен помогать развиваться и дальше работать. То есть, созидать должен. И этот фонд создался, ну, мы наслышаны об этом фонде и сейчас столкнулись с такими ужасающими фактами разграбления нашего крыльевского предприятия, на котором работалось 200 рабочих. В Казахстане, в России и у нас уже пошли такие требования к руководителям районов, областей, что сколько рабочих мест создал, как бы помог предпринимателям подняться, встать на ноги, платить налоги и, то есть, добросовестно работать на благо Казахстана. Так вот, вот это хочу представить вам, здесь вот со мной Владимир Кигарь, он открыл в 2002 году птицефабрику «Бринт», занимающийся разведением сельскохозяйственных птиц в промышленных мостах, имеющий статус племенного хозяйства. И вот в 2015 году обратились они в Российский фонд развития в декабре месяце 2015 года. Жили, горе не знали, так трудно было, но работали, обеспечивали семьи, обеспечивали рабочих. Обратились в фонд, Российский экономический фонд, с помощью оказать финансирование, то есть, для того, чтобы модернизировать предприятие. Фонд согласился, заключили договор, выделили 2,7 долларов США на развитие. И тут же идут такие хитрости со стороны фонда. Предприниматели сами знают, где можно покупать оборудование, но нет, фонд настоял, что только они закажут оборудование для птицефабрики. Я руководитель птицефабрики, есть кредиторы, которые деньги тратили, не я заказываю оборудование, а фонд заказывает. И здесь, в их порядочности, они заказали оборудование, поступило оборудование, начали работать. Ну, слишком дороговатое оборудование оказалось. Вот специалисты говорят, которые работают в области, в этой области, они говорят, что немножко дороговато. Российский фонд приобрел вот это оборудование. Поставили оборудование, начали работать. Это было в 2015 году, когда попросили деньги, да, на помощь. И с того, что строились стратеги и развитие все, заемы оборудованные сельца вкладывались в оборудование. Проект на первом стране включал, чтобы в себе запуск трех абсолютно новых полных стоматизированных цехов, попробовать содержать, уже не слушать, приобретение специального оборудования для производства комбикормок, строительство складов для хранения комбикормок. Вот первый транс получили. Начали работать. Была проведена огромная работа по освоению в кратча и сроку. Были реконструированы производства помещения по индивидуальным заказам. Было изготовлено запущенное оборудование трех цехов для автоматизированных оборудования. Была налажена работа, закупленная наследственная оборудование передвижного установки для приготовления специального комбикормок для птиц. И вот предприятие стало выходить на первоначально запланированную производственную мощность улок цехов. Всего через год из запланированных пяти лет. То есть вот эти деньги выделены были в острове в течение пяти лет. Прошло год, прошло год птицефабрика работает и первую оплату, первую оплату по кредиту птицефабрика не смогла заплатить. Ну, на то есть объективные причины, но в любом производстве есть. То есть это мировой кризис, хорма подорожали, цены упали и так далее, поднялись цены на энерго-носители. И вот другие составляющие, пакты, которые повлияли на то, что первый раз не смогли заплатить. И после того, как не смогли заплатить, начинается... Остап Бендер позавидует некому Астрандиеву Еркину, заместителю председателя фонда Российско-Казахстанского фонда развития. И вот он приглашает, значит, директора услуга Брид Владимира, который рядом со мной, и говорит, вот ты не смог заплатить первый утрак, а дальше мы не знаем, кто будет. Давайте мы так сделаем. Ты, говорит, нам отдай птицефабрику. Все долго, ты же нам должен. Птицефабрика стоит почти 5 миллионов долларов. Он говорит, а как я вам отдам? Мы тебе, говорит, простую схему, обманывать начинаем. Вошли в доверие и начинаем обманывать. Говорят, ты нам отдай сегодня фонд, уступку, все долго, птицефабрику отдай. А мы тебе завтра его вернем в рассрочку, чтобы ты смог еще миллион с лишним выплатить, а потом полностью передадим тебе эту птицефабрику. Ну раз такие солидные люди говорят, это Российско-Кыргызский фонд, один из руководителей Атрангии говорит, он им поверил и говорит, хорошо, подписал документы. Документы такие были. Передает он землю отдельным договором, передает оборудование отдельным договором, которое заплачен, могли бы и таков, свои оборудование забрать и сказать до свидания. И здание сооружения вместе с тем продукцией. Три договора составляют. Таким обманным путем они получают. Следующий день утром с таким скандалом, каким-то образом перегистрировали. На себя перегистрировали организатор птицефабрики. Через день, когда Хигай приходит, фонд говорит, ну что, вы же обещали мне нам 30 предиторам еще передать птицефабрику, чтобы вы дальше могли работать. А он говорит, нет, у нас так не получается. Нагрым образом его не пустили и выгнали оттуда. Когда Хигай безборжащаяся на работу, там уже стоит охрана. Фондовская, не фондовская, мы не знаем. Не пустили его на работу. И уже назначили, я не знаю, он знает, некого управляющего этой птицефабрика. Вы знаете, я говорю, это настоящее, умышленное, я не знаю, с каких мотивов, я думаю, что какие-то есть посвенные заинтересованности для того, чтобы, возможно, это ругать конкуренты или некоторые личные заинтересованности, я думаю, что полагаю, что руководство фонда, чтобы разорить или превратить к рукам эту птицефабрику. Разве так делается? Ведь для чего этот фонд? Мы прочитали устав фонда, он есть в интернете. Для чего? Он должен нам помогать в Кыргызстане, помогать поднимать предпринимательство, а не разграблять его. Можете себе представить? И самое интересное, что в этом фонде 12 гектаров земли, в этой птицефабрике, я извиняюсь, 3 гектара предназначен другому крендитору. И что делает, по нашей информации, ведь бывший мэр города, Кулматов, дает команду, продолжает руководить городом, дает команду, как его, не говорится? Госрегистры, все бегом бегут, там, разграничения делают. Хотя на этот момент уже один из кредиторов обратился в суд и наложил арест на птицефабрику. В обеих случаях возмущений нет предела, и начинается прессинг. В настоящий момент уже не успели отменуться, фонд назначил торги, что они слепые, глухие, что ли. Им же в ДРС сказали, вот, есть арест Аламидинского района суда на птицефабрику. Нет, вот они 27 на 27 февраля 2017 года объявили, до 18 часов 00, значит, 27 числа, объявили торги данной птицефабрике. И эту подпись ставит господин Кулматов. Когда только мы сказали, будем проводить пресс-конференцию, я специально изменил не Ленинскую птицефабрику, а Сукуловскую. Что же будут делать? Нет, все равно, они не пошли на это, они продолжают птицинговать. Я знаю, что звонили в газеты, не хотите на пресс-конференцию. Даже в райотделах, где кредиторы оперативили с заявлением, и то кредиторам говорят, молчите, тихо себя ведите. Видите, какой большие люди у нас работают, с мощными связями, которые плевать хотели на людей, которые семью комбин, содержат свою семью за счет этой птицефабрики. Нельзя же так делать? Я считаю, что данный подпиющий факт будет, наверное, доложен. Мы постараемся, все сделаем. Не дадим, чтобы чиновники, которые, я не знаю даже, какими словами назвать, помягкивают назвать, разграбили, в буквальном смысле, и передают чужие руки, имущество, которое принадлежит 30 граждан Крыловской Республики, которые вложили свои деньги туда. Если есть вопросы, мы, в частности, извиняюсь, мы уже подаем в суд на фонд, еще раз наложим аресты, будем в юридическом направлении сражаться с фондом, но, учитывая, какой у нас суд, мы слабая надежда на успех в этом суде, в делах наших, но мы надеемся, что наши заявления, которые мы не зря отнесли на Брест-Корпес, дойдут руководству страны и постараемся довести до руководства Российской Федерации, а именно тем лицам, которые курируют, это министр экономической развития Крыловской Республики Кожошеву, заместит министр финансов Российской Федерации Старчак Сергея Александровичу, чтобы помогли в той беде, в которой оказались наши птицы фондов. Спасибо большое, я думаю, что этот скандал, это не самая лучшая новость, в преддверии визита Путина 28 февраля в нашу страну. Тему продолжает Владимир Хигай. Пожалуйста, ваша позиция, потом мы услышим Юрию Цинкину и перейдем к вопросам. Прошу вас. Я являлся дождинистром АСО-3. АСО-3, да, понимал, что завозило в Кыргызстан примитой материал для птицеводства. Это мы работали с трех птицефабриками российскими, и в последнее время мы стали завозить на птицу французской породы новогерна. В принципе, работа шла успешно. Успешно, нормально, но в целях подъема экономики, и в целях, чтобы уменьшить потери, мы решили поставить новое оборудование для птицеводства. Это первые деньги мы получили в декабре 2015 года. 16-й год, он был у нас, ну таким, будем говорить, напряженным. Оборудование все пришло, да. Ну, пока мы заказали и доставили это оборудование, спонсировали, время прошло. Поэтому мы не смогли заплатить первый франш. Не успели по срокам заселить птицу. Как говорил господин Дмитриев, правильно, мы просрочили первый франш. Ну, для этого были объективные, субъективные причины. После того, как я пришел в фонд и объяснил причины, мне сказали, чтобы закрыть этот первый франш, я должен подписать договор об отступном на добровольное франшало. И они забирают мое имущество и закрывают историю первого кредита. И после этого, через два купли-продажа, это же всю недвижимость оборудования передают мне в рассрочку. Ну, и я обратился, потому что у меня не хватало оборотных средств, и они мне обещали миллион-полтора оборотных средств. Получается, позиция первая, я подписываю договор об отступном. Это стоит за мной. Акт купли-продажи за фондом. И третье, дополнительные средства в размере миллиона-полтора. Тоже за фондом. После того, как я подписываю акт об отступном, сразу же заявляют мне в этом. А остальное правление фонда не одобрено. И теперь получается, я хочу извиниться перед кредиторами, не кредиторами, партнерами, которые мне поверили в это. И вложили деньги. И я должен, вложили они в кармане, деньгами, для того, чтобы поднять это производство. Они там вложили. Но фонд забирает всю территорию, недвижимость, оборудование, транспорт, а долги не доставьте вы себе. Эта позиция мне вообще непонятна. Теперь получается, как я могу рассчитаться с партнерами, если у меня все отобрали. При этом сумма кредита, которую я взял, равняется 2,7 миллиона долларов. Оценщики оценили имущество недвижимости и транспорта 4,8 миллиона долларов. Здесь одно уточнение. Оценивали не мои люди, это оценивали риэлторы, которых нанял фонд. Тогда мы можем рассчитывать на то, что это более-менее реальная картина. Тогда возьмите свои 2,7 миллиона, отдайте мне остальное, чтобы я рассчитался с партнерами. Да. А я это не могу сделать. Это вот партнеры, они уже готовы в принципе на все. Если надо будет, они выйдут. В этом году надо будет к фонду выйдут и будут разговаривать. Потому что это, ну я не знаю, не разорит. Не разорит ли полностью. У меня нет сейчас ни дома, ни машины, ничего нет. Ни предприятия. Ни предприятия. Ну это будем говорить так, фигу шибы. Ну наверное, среди нас находится партнер Юрий Федорович Тюнгер. Это тот человек, который помогал... Один из 30-ти кредиторов, которые финансируют продуктами, кормами, деньгами, помогали и входили в долю, можно сказать, в долю развития этой птицефабрики. Это человек Гвардар Деноносис. Он занимался птицевозом еще в советские времена. Был директором МОНАСС. Да, пожалуйста. Пожалуйста, Юрий Федорович Тюнгер. Пожалуйста. Подожди, пожалуйста. Это Приспетра Райдна Харькова. Пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово. Я Тюнгер Юрий Федорович. Больше 20 лет я руководил племенным хозяйством птицеводчества. Вселенная нас. Большинский племен птицеводчества. Ну и пришлось в управление птицеводцу поработать, при мистерстве на юге поработать. Ну, начиная с 70-го года я в птицеводчестве. Видел, как строились птицефабрики. Видел, как они разорялись. Видел, как их захватывали, продавали. Ну, более циничного рейдерского захвата вот этого предприятия особо лет я не видел. Хотя, я хорошо помню, как помогали этому хозяйству. Лично я ездил за племенем молодяком в Головдо, несколько раз в Средновск. И в последнее время они завезли французскую птицу. Вот матовое яйцо, которое было. Почему это произошло? Ну, видно, не в те руки и не тем людям попал Российский Киргизский фонд. Предприятие работало успешно, пока он не связался, Хигай, с этим фондом. Более тридцати человек, не одиннадцать, которые... Более тридцати, это представители крестьянских хозяйств, просто безъясненными, верили этому человеку и вкладывали в него средства. И это было. Это все в течение нескольких лет оправдывалось. Он возвращал, снова завозили. Теперь этого нету. И интересные позиции Российского Киргизского фонда. Вы, говорят, хотите... Вот я несколько раз там был. Хотите? Давайте снова залог. Давайте снова какой-то там земли. Мы будем продолжать работать. Но кто же теперь поверит после этого? Какой крестьянин заложит свою землю или отдаст урожай после такого рейдерского захвата? Это было одно из немногих, которые выдерживали предприятия конкуренцию. Ну, посудите сами. Было 12 птицефабрик крупных. 11 импубаторных станций у нас в республике. Осталось Сукову на 15% работы. Каннская 3Д и ОСОБЛИ. Все, нет других птицефабрик. Нет. Надо же вот создать этот фонд. Для чего? Чтобы поднять этот птицеводцев, этот фонд, видимо, не тем делом занялся. Место поднятия он его похоронил. Так что интересы фермеров не учтены. Пострадали десятки фермеров. Не 11, как вот говорят первые выступающие, а более 30. Они тоже оказались на грани разорения. Стадо оценивается почти миллион. Птицы уникальны сейчас. Почти все мелкие крестьянские и другие хозяйства, так же Сукуловская, так же Трите, приобретали у него вот эту французскую птицу. Дальше. Купили. Он не потратил ни одной копейки. Он их не видел. Купили оборудование. Российский Киргизский фонд покупает в России оборудование. Дороже нет. Я лично несколько раз ездил в Китай. Ездил на Украину, ездил в Сельмаш. Ездил в Звенигород. Пятигорский был. Ну я сидел, занимался поставками оборудования. Но более дорогого оборудования нет. Нашли где-то в Липецке. Нашли какой-то новый завод. Кто там, сколько из этого ушло на откаты, никто не знает. Никто не знает. Только фонд знает. Я полагаю, что Господь и Насракул, Витру Кири, видимо, фонд... Дальше. ...подумали вас, значит, отъехали с опыта. Ну, скорее всего, так. Дальше. Я видел это здание, здание, территорию, которую он начал осваивать, куда ушли эти деньги от Кристиана Злаченко. Ни крыши, ни заборов, ничего, все этого не было. Он все эти годы ставил здание. Ну и потом что делает? Он три комплекта оборудования завозит, комбикормовую машину приобретает, больше миллиона уходит в это дело. И получается, что вот, как-то такое впечатление создаёт, что фонд намеренно завышает все издержки, которые сейчас. Дальше. На каком основании у него, как у бывшего директора, изъяли всю документацию, печати, и говорят при этом, вот он от нас скрыл. Ну, если бы вы взяли все документы, ну, найдите, сколько было с крестьянами договоров заключено, сколько наличных там вслед затрачено. Все документы у них были. Это вот оправдание своей бездеятельности. И, в конце концов, отдают управление сейчас фондом в третьи руки. На каком опять основании? Ну, разговаривали, захватили руководитель. Дальше. Дальше. Ну, я много лет занимаюсь птицеводством. Ну, невозможно. В 15-м году, в декабре пришли фонд. В декабре 16-го накладывают арест. За год завести оборудование, смонтировать, вырастить молодняк и получить прибыль, которую он не смог заплатить. Ну, не бывает такого. Это в течение трех-пяти лет, как правило. Даже новенькие фабрики. И кто дается при пять лет? А это вот за один год. Все. Ну, это навевает мысль, что это было все срежиссировано, спланировало. Никак не хотел фонд заниматься производством. Дальше. А кто в фонде сидит? Да, банкиры. Да, хорошие финансисты. Да, экономисты хорошие. Но я там не увидел ни одного производственника. Нет там производственников. Зато зарплата от трех тысяч долларов и выше. На каждого. Да и аренда здания, посмотрите, где они сидят. Вот куда российский фонд денежки впыляет. А как-то же надо оправдать эти затраты. Я думаю, это не первые. Вообще, одним словом, это предполагается, чтобы в наши вольбы, просьбы крестьян дошли до руководства нашей республики. И мы постараемся довести до руководства Российской Федерации. Я думаю, что будет предположение. Первое. Конечно, Россия не знает, что творится здесь и куда ее деньги уходят. Но надо как-то довести до сведения. Что за люди сидят? Куда эти деньги уходят? В преддверии, может быть, приезда Путина. Я не призываю брать плакаты, идти на площадь или там это. Хотя вот трубим-трубим месяц. И нигде полностью тишина. Четыре старика вышли там на площадь. И книга телевидения, и депутаты, и эти там все прочее. Плохо трубим. Плохо трубим. Дальше. Дальше. Второе предложение. Они везде озвучили. Это в интернете есть. Первое предложение. Выложить 7,2 миллиона долларов. Выложили 2,8. И на этом закончили. Путем обмана. Но продолжите. Доложите эти 7,2 миллиона долларов. Как они сами хотели. Они вызвали комиссию. Они сняли ролик. Показали это в интернете. Но все было прекрасно. Второе предложение. Или третье уже даже. Вот директор сказал. Оценили в 4,8. Дали 2,8. Продайте за 4,8. Заберите свои 2,8. Разницу отдайте. Он рассчитается тот, кто вложил. Все. Проще нет. Нет. Это все делается для того, чтобы еще раз снизить. Потом еще на 10 процентов снизить. И кому-то доставился за бесплатно. А у фонда денежки, конечно, и всякие. По-моему, вот у меня все же. Спасибо, Юрий Федорович. Мы переходим к вопросам. Журналисты, пожалуйста, я принимаю заявки. Прошу вас. Ваши вопросы. Вопросы к выступившим сегодня. Пожалуйста, прошу вас. Вы сказали, что подаете в суд. Вы сказали, что подаете в суд. Скажите, в какой суд? Аланетинский район суд, мы готовим сейчас серьезный иск. Серьезный иск будет о признании договора, соглашения обступного, которые обманным путем они заставили подписать господина Кигай, признать недействительным и перевернуть первоначальное положение. И вообще, и это первый вопрос. Второй, передать управление птицефабрика Кигай, команде Кигай. Потом, что они угомят, то все это, те финансисты и банкиры, которые сидят на фоне. Риск о признании не действительно отступлено, да? Да, да. У меня тогда дополнительный вопрос. Скажите, об условиях получения кредита, первый вопрос. Было прописано, что именно фонд проводит закупку? И если это было прописано, то было ли прописано, что по согласованию с тем, кто эти деньги взял? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Было ли в условиях получения кредита, что при малейшем неуплате вступает механизм погашения в счет, где забирается все и вы остаетесь? Я внимательно изучил этот вопрос, уважаемые журналисты. Такого не было. Это сейчас они придумали. На таких условиях никто не будет подписывать никакие финансовые договора. Этого не было. Это сейчас господин Асарадеев, Иркин, он подчую дудку плясет, мы еще не знаем. Но надеюсь, что прокуратура до какого-то разберется. Подчую дудку плясет, для чего вот это преступные действия в отношении крестьян проводят. Не было такого. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос у меня к Владимиру. У тебя есть вопрос? Да. Маша, пожалуйста. Верьезно, если вы вести ключи, если, пожалуйста, можете ли вы прокомментировать информацию о том, что у вас были долги более 1 миллиона долларов на момент получения кредита, и в том числе та земля, на которой находится ваше предприятие, была не до конца оплачена? Да. Земля, на которой находится мое предприятие, хотя им у него сейчас нет, но мы с ним запущили договор, на что я его беру, я оплачиваю после 3-х лет, на срок я оплачиваю. Но в связи с тем, что фонд забрал это все имущество и не вернул его, я не имею, кто не имел возможности оплатить за эту землю. Я не имею возможности, поэтому хозяин подал в суд о расторжении договора кухонной продажи на эту землю. То есть земля получается не ваша? Да. 13 гектаров, 3 гектаров? Нет, 9 гектаров. А когда вы оправдали документы в фонде, получали кредит? Мы заключили долго... Нет, информация в фонде была предоставлена? Нет, информация в фонде не была предоставлена, потому что это был на... У меня с ним долгосрочный доктор, на несколько лет. А по фонде более миллиона долларов... Более миллиона долларов... Фермерам и вашим... Нет, не было таких кредитов, не было. У фермеров, то что вот здесь вот люди находятся, это в основном, да, при получении кредита в фонде было такое условие, что от суммы, которую выдает фонд, 20% я должен подложить как собственник это имущество. 20% от суммы, если, допустим, фонд это не 3 миллиона, 600 тысяч я должен был вложить на софтный сэк в этот проект. В этот проект... Ну, там получилось так, там, птица, оборудование, или грифой, допустим, фонд оплачивает на розыгрык, монтаж, что люди приезжают на монтаж, это всё полностью было произведено в самой счастье. Допустим, цыплёнок, чтобы вырастить его с суточного возраста до производства яйца, это ориентировочно 5-6 долларов на один цыплёнок. В это помещение, ну, в смысле цеха, входит ориентировочно 150 тысяч по долгу. 750 тысяч долларов мне нужно было вложить для того, чтобы поднять эту птицу. Этот момент был для меня, будем говорить, так вот, тяжёлым. Партнёры, которым я должен, они все, кто помог, кто над деньгами, кто горбалит, и мы это всё вырастили. В тот момент, из трёх цыплёнков работают два, третьи цыплята уже подрастали, чтобы их застелить. В этот момент, получается, за фонд у меня всё занято. Одним словом, фонд только поставил оборотовую, неизвестно, где купил, за какие деньги. Господин Сергеев. Нет-нет-нет, я, 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 я хочу получить конкретный вопрос, на конкретный ответ, на конкретный ответ. На конкретный вопрос, на момент получения кредита, у вас уже был этот долг, порядка миллиона долг? Не было, не было. Никто к претензий к вам никаких не было? Не было вообще. Спасибо, пожалуйста, ваш вопрос. Представьте. Владимир Ильич, да, сколько в день вырабатывался людей в линии, сколько вырабатывали, и сколько тратилось на карман? Бизнес у меня, он не только на их цели. Был ещё такой, как, я заложил племенной материал, у меня свой инкубаторинг, я выводил цеплят, реализовывали суточный возраст, реализовывали медчатый возраст, реализовывали трёхмедчатый возраст. Это тоже приносило существенную прибыль. В день скажите, сколько вы получали? В день, допустим, на птице, на яйце, можно было, ну, это если, допустим, грубо, берём на 100 тысяч яиц, если 100 тысяч птиц видать, 80%, то 80 тысяч яиц. Продавали вы одно яйцо за сколько? Ну, вот до последнего, пока я работал, ориентировочно 6 сомов. Шесть сомов, 80 тысяч, продавали каждый день, да? Сколько тратилось на карман? На карман тратил, сейчас я вам скажу, 12, 12, и ориентировочно 200 тысяч. 200 тысяч, да? 1 килограмм корма стоит 18 сомов, как я знаю. Да, да. 12 тысяч расходовали в день на кормёжку кур. 12 тонн. 12 тонн, да, 12 тысяч. Ну, 200 тысяч, я вам понял. Ну, грубо говоря, 200 тысяч. В день вы 60 тысяч яиц, да, получается? 60, 70, 80. А зачем это надо? Скажите, 360 тысяч сомов в день вы получали прибыли. 200 тысяч уходило, грубо говоря, на карман. Да. 150 тысяч, грубо говоря, оставалось у вас. Не так каждый день, правильно? Ну, да. И у вас, помимо всего вот этой прибыли, были ещё и долги. Это вы не так смотрите. Для того, чтобы поднять эту птицу, чтобы она давала прибыль, надо её вырастить. Надо её вырастить. Чтобы вырастить, допустим, 100 тысяч птиц, уйдёт 500-600 тысяч долларов. До того, как оно начнёт... Опять же, мы знаем, что у вас были долги... Нет, не было вам долги. На это только у вас ответили. Не было долгов. Нет долгов. То есть, у вас вообще никаких долгов не было? Долгов не было, кроме кредиторов и фондов. В Варфак, в Российском фонде, у вас не было долгов? Нет, конечно. Вот они появились, да? Да. Вот Российский фонд Кабалу загнал. Российский фонд Кабалу загнал их. Потому что, если бы не Российский фонд, эта птицефабрика сейчас работала и здравствовала всем Варфаками. Хорошо вы видите, да. Почему вы тогда обратились в Российский фонд? Для того, чтобы у нас было оборудование, которое мы использовали для производства яйца. Это было малоэффективным или китайским, или старым советским. Новое оборудование, большая экономия кармана, в затратах электроэнергии, в людских затратах. Как в людских затратах? То есть, у вас было что-то человек? Ну, допустим, если вручное, то, что люди работают там 10 человек, 15 человек, при автоматическом, получается, один человек может. Но вы хотели оптимизировать. Для улучшения эффективности и качества работы производства они обратились в Российский фонд. К Российский фонд, я не знаю в чьих интересах, на какие деньги сами купили, они бы намного дешевле купили. И они его загнали в Кабалу. Понимаете? Вы сейчас будете, вы в производстве за две минуты не разберетесь. Это огромное производство, несколько циклов. Если ВУЗ будет более заинтересованность, вам, наверное, надо проехать на птицепаблику к технологу, а не более вам подробностей. Сейчас вопрос стоит только об одном, что известный вам фонд, может быть, и вы от имени фонда сейчас пришли сюда и начинаете выяснять, каким образом яйца продаю. Я вам говорю, что, уважаемые представители фонда, что ваш фонд, если вы его представляете, разорит целый. Я не знаю. Я не знаю. Хорошо, что вы представляете. Давайте прекратим этот спор. Вот гурналист пытается понять его и его проза, он имеет право ожидать. У меня к вам такой вопрос. Выяснить, сколько стоит. Не горячитесь. У меня к вам такой вопрос. Вот Владимир Хигай пришел в связи с тем, что не было уплачено первый транш или не вся сумма транш. Ему предложили вариант сдачи под счет долга. Скажите, как правильно следовало поступить в этом случае? Не подписывать. Или предложить какие-то условия. Либо еще раз проанализировать условия предоставления кредита и не попасться на удочку. Если удочка как таковая была. Вот поясните эту ситуацию. Потому что вот такой-то речи. Я учитывая, что российский террористский фонд – это межправительственная организация, я не думал, что будут применены какие-то сервисы. Поэтому я для этого безоговорного поднесу. То есть у вас был большой запас доверия. Спасибо. Понятно. Еще вопросы, пожалуйста, журналисты задавайте спокойно. Будем выяснять. Для следения? Да. Как бороться с этими акулами, я не знаю. Но как фонд поступает? Он сам приглашает независимую экспертизу. Оценивает в 4,8 миллиона. Их это не устраивает. Они повторно делают. В 4,2. Потом в свою. В 3,6. То есть они снижают, снижают. Вот независимую экспертизу оценки состояли. Да, это тоже действительно вызывает. Пожалуйста, я просил вопрос. Скажите, как вы будете отстаивать в суде права вашего подзащитного, если он добровольно подписал подступную? Вы знаете, я вас понял. Недавно я в прошлом году дал пресс-конференцию, когда китайские инвесторы увели на 34 миллиона долларов имущество. Я здесь дал пресс-конференцию через суд. И учитывая, как работают наши суды, мы на два лагеря разбились вместе с кредиторами. Одни говорят, что все равно, учитывая, кто стоит в руля фонда, какая у него послужной карьера, какая идет поддержка, блестящая карьера с 2010 года у этого товарища, то у нас есть сомнения, что нас поддерживают. С другой стороны, как все порядочные люди, живущие в Казахстане, мы надеемся, все же в суде найдется 5-10 судей, которые не прогнутся перед чиновниками. Я вас спрашиваю юридически, да, если я спросила, что это фонд, не фонд, он добровольно подписал документ о поступке? Вы знаете, как добровольно, это... Его подпись стоит, да? Да, да, да. Можно доказать, что он... Да, мы докажем, мы докажем. Обстоятельства говорят о том, что здесь был обман. Его заглавлеры вошли к нему в доверие, пользуясь тем, что КРФ это серьезная организация. Пообещали, мы тебе завтра вот так сделаем. То есть оставь бендеры современного типа. Как не поверить, когда у него 200 человек работает, кредиторы, работать надо. Это же рабочие люди. Они особо не разбираются в этих ковровых военностях. И вот они на этом и сыграли. Получается. А почему ли отобрались? Последний фактор верить фактор, да? Допустим, он же как владелец факторики, он хочет что может с ним делать? Подарить, хоть жить, да? Правильно, правильно. Но... Вы знаете, что? Вы знаете, что? О том, что уголовный процессуальный пост, уголовный пост, само уголовное право, и гражданское право, на которое мы ссылаемся, есть такие иски, которые называют мнимая сделка. Сделка под обманом. Обманным путем есть сделки. И мы вот по этому направлению будем подавать, уже готовить иски. Один иски уже есть в суде. Вот и второй иск. А суд уже принял? Да. Один уже иск принял и наложили арест на имущество. Но, тем не менее, я сейчас расскажу, тем не менее, несмотря на арест, на арест, фонд уже выставил на торги. Вот, вот их бумага, вот написано 27 числа на торги. Суть присутствующего ареста. Это только могут люди, которые уверены, что проживут 200 лет, и их никто не снесет. У них великая карьера, и они всемогущие. Только такие люди могут сказать, чхать мы хотели на арест суда. Вот такие люди есть. Пожалуйста. Я, чтобы больше понимать ситуацию, нашла новость за 23 июня 2016 года. Это как раз Российско-Кирбинский фонд презентовал две фабрики и один завод. Это консервный завод «Колбинпекс», еще что-то, и в том числе и вы. Я предсвятила ваше заявление, которое опубликовали журналисты, что проект является импортозненчающим, направленным обеспечением производственной безопасности страны. Вы собираетесь оставлять регионы других стран. Да, я так понимаю. И, говоря об оборудовании из Липецка, уже на то, что это оборудование из Липецка, здесь речь идет о том, что это полностью автоматизированная линия, и на заходе будет работать всего два-три человека. Почему вы, в частности, господин Петрович, не вызывали, не высказывали негодование по поводу стоимости оборудования? Может быть, она соответствует объективным качествам, с учетом того, что это автоматизировано? Вы сейчас говорите, что это два раза дорого. Почему? Если у вас такой огромный опыт, я просто выясняю. Если у вас такой огромный опыт, и вы мониторили стоимость оборудования, почему вы вообще взяли этот кредит, если вы, с учетом вашего опыта, изначально были не согласны с условиями? И второй вопрос, господин Узгибаев. А можно посмотреть, для понимания вопроса и для объективности, пункты договора с Российско-Кирилейским фондом развития об условиях возврата? Вы, пожалуйста, оставите мне потом телефон, или вы же электронный адрес? Мы вам скинем. Вы делаете очень громкие заявления политические, да? Это не политическое заявление. Я не собираюсь избираться в президенты или куда-то. Это не политическое, это юридическое заявление. Но я ситуацию по делу вижу, так как, учитывая моё образование, мой опыт, я вижу, что здесь в Российско-Кирилейском фонде уселись мошенники, которые потихоньку нашли путь, как путём грейдерского зарплата, овладеть и продать птиц и фабрику. Я это вижу. Я вас услышала. Мы можем посмотреть условия возврата кредита, договор, который подписал я так понимаю? Ну, сейчас, наверное, у нас очень мало дременек для этого. Вы оставьте свой электронный адрес, мы вам скинем. У меня были всем коллегам? Да, Бога ради. Вы мне звоните, я вам все документы скину. А как называется ваша юридическая фирма? Юридическая компания Пешкек-Пекин называется. Пешкек-Пекин, да? Моя фамилия здесь написана. Как раз Загибаев говорила, вы хорошо знаете. Последний у меня вопрос, я закончу. А, маму так не отвечу. Нет, по оборудованию я отвечу вам. Да, да, да. Ну, во-первых, это предложение фонда. В Тюрид это оборудование. Точно такое же оборудование за 250 тысяч. Точно такое же оборудование наручи предлагает. Я был на этом заводе. Ряд казахских предпринимателей там приобрели это оборудование. И дешевле, неже, ну, Украина. Ладно, сложный предгляд. Но там 200 тысяч со зданием термоздания. Китайцы 10 человек приезжают, монтируют. Ну что, фонд перечислит деньги в Китай, что ли? Но вы же согласились на эти условия? Да, вы согласились. Потому что условием фонда было первоочередно. Это условия? Да. Закупка оборудования в России. Они расстояли. Но если нет аналогов России, тогда можно забыть. Да. Но вы же согласились на это? А теперь вы говорите, что это оборудование. Это первое условие было. Это условие фонда было. Вы знаете, в суде сторона фонда будет тот же самый город. Вы же согласились? А ведь они говорили, что дешевле оборудования нет. Мы только знаем самое дешевое оборудование. Люди же не знают, где какое оборудование продается. И взяли за 2 миллиона 700 долларов оборудование. А сейчас присняют, что опытные люди поехали в Украину, в Казахстан. За 250 тысяч можно это оборудование. Это называется сверху накидывали. И кто-то заработал на это. Им наплевать, начхать на то, что люди работают и выпускают птицу и кормят дорогу. Поэтому, конечно, здесь... Я заканчиваю. Благодарю спикеров, благодарю журналистов за активность. Могу только сказать, что как бы суд не рассмотрел, что это будет, конечно, исключительно в правом области в поле, но вспоминая анекдот относительно КРФ, можно сказать, осадок и неприятных остался. Конечно. Большое спасибо.